Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы рассмотрим одно достаточно простое приложение для визуализации процесса работы над проектом под названием Wimsicle. Можно сказать, что это виртуальная доска с виртуальными разноцветными стикерами, которая предполагает возможность командной работы. Wimsicle очень простое приложение, к тому же еще и бесплатное. Ну, условно. Собственно, то, что он очень простой, видно уже здесь. Здесь есть папки, содержимое папок и минимальные настройки. Больше ничего нет, но больше ничего и не нужно. Еще есть кнопка рабочее пространство команды, но я про это расскажу чуть позже. Сразу добавим папку, чтобы было свое родное, а не экзампл, и создадим флоучат, блок схему. Посвящена она будет отпуску, а всякий отпуск начинается с того, чтобы, собственно, в него уйти. Я не буду рассказывать, как работать здесь с инструментами. Во-первых, это очень просто и интуитивно понятно. Во-вторых, тут в примерах есть интерактивное описание основных функций. Буквально 7 или 8 шагов, и этого достаточно. Поверьте. Возвращаемся к схеме. Взяли отпуск. Нужно подготовиться к отъезду. Это в случае, если взяли отпуск. А если вдруг нет, то вот такая печальная истина. А если все-таки да, то, что нам нужно. Ну, нужно подбить дела на работе. А если вдруг не удалось это сделать, то возвращаемся к печальной истине. Ну и так далее. То есть мы составляем какую-то схему, прописываем взаимодействие, меняем цвета, формы, добавляем ссылки, можно добавлять изображения. Тут все зависит от вашей фантазии и опыта в визуализации проектов на физических носителях. Например, можно строить схему не по да и нет, а, скажем, схему разработки проекта. Поэтапный. Прописать все этапы и потом выделять цветом завершенные этапы. Если на каком-то этапе что-то случается, идет развилка, мы, соответственно, можем добавлять подэтапы, которые потом к чему-то должны привести. В общем, все зависит от вас и продукта. Схему вы можете сохранить, скопировать, распечатать, а можете расшарить ссылку и тут мы подходим уже к командной работе, поскольку без нее сервис был бы не то чтобы неполным, а скорее ненужным. Здесь вы можете не просто расшарить ссылку, а разрешить, например, комментарии или закрыть ссылку паролем. Все, у кого есть ссылка, могут зайти не только посмотреть схему, но и прокомментировать, что уже плавно превращает эту доску в task manager. То есть на каком-то этапе мы добавляем комментарий. И если работа не выполнена, то ждем ответного комментария от Сидорова. Вот. Кроме, собственно, блок схемы, тут можно создавать еще wireframes. Но перед тем, как создать, расскажу о том, почему это условно-бесплатная программа. Бесплатно здесь можно создать только четыре доски. А за 12 долларов в месяц вы можете создавать неограниченное количество досок. Но даже четырех могло бы хватить, если бы не одно «но». Доски нельзя удалять. Точнее, вы можете отправить их в корзину, но они все-таки будут считаться. А из корзины их уже не удалишь. Поэтому я покажу на созданном мной заранее примере, что такое wireframes. Поскольку эта форма мне точно больше никогда не пригодится, и заводить второй wireframes без возможности его удалить мне не хочется. Итак, wireframes — это каркас для создания прототипов сайтов, приложений или веб-инструментов. То есть просто конструктор прототипов под разные экраны. Если собираетесь делать сайт, может пригодиться, а так не очень. И возвращаемся к главной странице и два слова о рабочем пространстве для команды. Итак, я могу создать еще только одну доску. Три из четырех уже созданы. Но сейчас произойдет чудо. Я создаю командный workspace. Приглашаю туда второго себя, ну себя с другим Google аккаунтом. И выясняется, что я могу создать еще четыре доски, но уже в командном workspace. Ну и это, естественно, не главное достоинство командной работы. Главное — это то, что человек, которого я приглашаю в команду, имеет возможность не только комментировать мои доски, но и участвовать в их создании. Более того, он может создавать свои доски в общей папке, и у нас на двоих уже получается есть возможность сделать восемь досок в общей папке. Вот такая условно-платная программа. Честно говоря, сам я никогда не любил флипчарты, доски со стикерами и так далее. Но часто встречал их в офисах, особенно на фотографиях, которые демонстрируют успешную работу офиса. Так что, если уж создавать схемы, то создавать виртуальные. Все, любите друг друга. Помните, детское увлечение рисованием квадратиков можно перенести во взрослую жизнь, придав ему значительности с помощью Wimsicle. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.